Работа Julevik 3D. Пример одевания женского пальто на трехмерный манекен. Запускаем программу Julevik 3D. И создаем новую пустую модель. В окне выбора манекена оставим его исходный размер по манекену. Открыто только окно 3D манекена. И с помощью текстового меню сразу откроем 2D окно плоских лекал. Передача лекал из программы конструктор Julevik 3D. В папке Julevik на рабочем столе запускаем программу конструктор, где разработана модель женского пальто. На экран загружена лекала верха. Для передачи в 3D выполняем команду закладки моделирования. И переходим к процессу одевания модели на 3D манекен. Задание швов. Задаем линии швов между деталями, указывая пары стачиваемых участков. Соблюдаем единое положение, направляющие надсечки шва на обоих лекалах. Учитываем, что все лекала в 2D окне расположены лицевой стороной вверх. Командой свободного сшивания лекал по двум точкам пришиваем детали листочки по наметке. Аналогично задаем все швы. Расположение лекал вокруг манекена. Для организации лекал вокруг 3D манекена вызываем на экран специальные точки расположения. Указываем лекала и нужную точку. Удерживая клавишу Shift, можно выбирать несколько лекал сразу. Выдвинем правую полочку немного вперед, чтобы она находилась на слой выше, чем левая, как верхний полузанос. При работе с этими специальными точками лекала автоматически переворачиваются лицевой стороной наружу от тела. Укладываем детали верхнего и нижнего рукава по соответствующим точкам манекена. Деталь воротника располагаем по шейной точке манекена. И задаем линии сшивания конной метки петель между деталями полочки. Одевание манекена Выполняем команду имитации, запуская сам процесс одевания манекена. Удерживая нажатой правую клавишу мышки, мы можем провернуть манекен для просмотра. Отключаем режим имитации, чтобы не тормозить работу программы. Выполним перегиб лацкана и стойки воротника. Указываем, удерживая клавишу Shift, линии перегиба лацкана и в редакторе свойств в закладке Basic установим для них угол сгиба 360 градусов для перегиба лицевой стороной внутрь по лацкану. Воротник расположен изнанкой наружу, поэтому здесь задаем угол сгиба 0 для перегиба линии лицевой стороной наружу. Теперь временно усилим жесткость материала по основе и утку в разделе физических свойств тканей для упрощения и сгибания по линиям. Чтобы изнаночная сторона не выделялась цветом, включаем режим двухсторонний визуализоваться. При необходимости можно вручную помочь процессу перегиба в 3D-окне. После перегиба нужно вернуть прежнюю жесткость деталей, либо просто перейти к следующему этапу работы. Выбор свойств ткани. Зададим свойства ткани, выбирая материал шерсть в списке предоставленных видов ткани. При включении режима имитации видно изменение материала на муке. Смягчение перегиба лацкана и воротника. Линии перегиба выглядят в данном случае как приутюженные. И чтобы смягчить перегиб, выделим все линии сгибов, удерживая клавишу Shift, и отключим для этих контуров видимость, визуализацию сгиба в закладке Basic редактора связи. То есть линии станут не такими четкими. Пришивание подплечников. Для создания подплечников в программе «Конструктор» выбираем специальную макрокоманду. Согласно схеме, указав участок плеча, получим 3 лекала, 3 составляющие слоя детали подплечников. Почему мы предлагаем трехслойную деталь? Дело в том, что в 3D толщина по всей детали одинаковая. А ведь в реальном подплечнике деталь возле горловины тоньше, возле плеча толще. Если создать одну лишь деталь и придать ее толщине, плечевые швы изделия будут параллельно подняты над плечами. Трехслойный подплечник позволит образовать постепенный переход толщины. Убираем разводку лекал в нижней области размеров и выполняем команду перезаписи лекал в 3D. Располагаем детали от меньшей детали нижнего слоя до верхней детали по плечевой точке манекена. Затем развернем все три детали, выбрав их с удержанием клавиши Shift, одновременно с помощью трехмерных экранных осей гизма. И поочередно задаем швы по краям меньшего и внутренним линиям большего лекала. При необходимости можно еще дополнительно увеличить немного жесткость на верхней большей детали подплечника, чтобы сгладить переход между слоями и упростить их сшивание между собой. С помощью контекстного меню правой клавиши мышки можно нижнюю деталь временно заморозить, чтобы она оставалась неизменной при включении имитации. И тогда два верхних слоя будут пришиты поверх нее по заданным линиям сшива. И включаем обратный процесс – разморозку нижнего лекала вместе с линиями шва. Поскольку край подплечника должен выступать внутрь оката рукава в районе 1 см, зададим линию пришивания внутренней линии подплечника к участкам проймы переда и спинки. В ходе задания линии сшива можно щелкнуть правой клавишей мышки и ввести в окне длину шва, равную первому указанному участку. Сначала подплечники нашиваются поверх изделия. А затем для всех лекал верха зададим в окне дополнительных свойств ткани слой выше, чем 0, то есть ближайший к телу. Например, 10. Включаем имитацию ненадолго. И как только подплечник оказался внутри, для всех лекал обязательно зададим единый слой – 0 для стабильного состояния модели, без движения. Строка параметра слой стала черной, а не оранжевой, когда слои на лекалах были разные. Щелкнув в рука в правой клавиши мышки, выберем пункт меню «Скрыть лекала», чтобы увидеть внутри лекала подплечников. Как уже говорилось, трехслойный подплечник позволит образовать постепенный переход толщин, и для этого самой маленькой нижней детали нужно задать толщину, а два покрывающих слоя лекал смягчат переход с этой толщины. Установим для нижней детали толщину, например, 7 мм. При этом толщина визуализации позволяет зрительно нарастить толщину детали. Но видна эта толщина будет только включив стиль визуализации толстая текстурная поверхность. Толщина имитации показывает отступ детали от тела манекена именно в процессе имитации одевания. Поэтому включаем этот режим и выключаем в конце. Теперь будет видно и утолщение нижнего подплечника, и отступ на эту толщину от плеча. Чтобы увидеть детали рукава, вызываем вновь контекстное меню и возвращаем видимость всех лекалов в 3D-окне. Пока не пришит подплечник второй стороны, хорошо видна разница модели без подплечника слева и с подплечником справа. Пришивание пуговиц. В конструкторской программе с помощью макрокоманды создадим детали пуговиц. Сразу или позже и подплечники, и пуговицы нужно еще именовать для сохранения модели. Передаем лекало в 3D. Располагаем здесь детали пуговиц с помощью специальных красных точек расположения. И задаем линии сшивания поочередно между пуговицами и линиями на меток. Теперь увеличиваем толщину пуговиц в графе толщина визуализации. И зададим высокое значение жесткости по утку и основе для придания деталям свойств твердого тела, фурнитуру. Анализ и корректировка конструкции. Можно выполнить визуальную оценку модели на манекене. В данном случае видно, что рукав длинный. Укорачиваем его в программе «Конструктор», сместив область точек вверх по оси Y на определенную величину. А теперь выполним перезапись лекал с изменениями в 3D. Анализируем новую длину рукава. И если величина укорачивания недостаточно, можно продолжить корректировку. Основной вид анализа конструкции выполняется, вызвав карту напряжений материала. Здесь, согласно цветовой шкале, анализируем степень напряженности ткани в любой указанной точке. Красная область. Область напряжения, но она должна быть в пределах допуска. Зеленая область – комфорта. Синяя область – это свобода. Но выполнять анализ посадки рукавов нужно, изменив позу манекена. Выбираем позу с опущенными руками. Позы выбираются из папки «Module Avatar Pose» для женского манекена в данном случае. Лишь теперь можно будет принимать решение о корректировке конструкции рукава. Пока включен режим имитации, одежду можно подправлять. Чтобы модель смотрелась менее грузно, в данном случае примем решение поднять уровень перегиба лацкана и в целом укоротить изделие. С помощью смещения области точек выполняем такое укорачивание. Перезаписываем лекало в новом состоянии в 3D. Оцениваем результат. Внешнее оформление модели. Для окончательного оформления вида модели на манекене, поскольку это пальто, можно вызвать созданную ранее модель блузы как добавочный комплект одежды. И задать верхний слой для деталей пальто, чтобы спрятать блузу внутрь. Эффект наличия подкладки достигается увеличением, например, до 5 мм в данном случае и толщины визуализации, то есть видимое утолщение слой одежды, и толщины имитации, то есть отступ от одежды на эту толщину от тела манекен. Устанавливаем внешний вид ткани закладки «Материал» в разделе «Текстура». Задаем цвет или вводим отсканированное изображение ткани. Для лекал пуговиц можно также подобрать нужный цвет, либо вызвать отсканированное, либо введенное с цифрового фотоаппарата изображение. Масштабирование текстур выполняем с помощью так называемого текстурного дизма. Таким образом, можно дорабатывать дизайн модели, подбирая различные виды расцветок и фактур ткани. При этом мы не выполняем самый первый пробный прошив модели с затратой времени и материалом. Сохранение модели В конце работы необходимо сохранить модель, но вначале рекомендуется вернуть исходную позу манекена по умолчанию для удобства доработки модели при необходимости. Сохранить модель можно либо как отдельный файл, либо в целом как проект, сразу вместе с манекеном данного размера, текстурой ткани и т.д.